Дорогие друзья, специально для вас мы каждый день загружаем в видеоархив все больше новых передач на различные и актуальные темы. Мы работаем для вас, и наша работа возможна только благодаря поддержке партнеров и телезрителей телеканалов. Оставайтесь с нами. Сегодня в программе «Почти сто лет» Борис Покровский молится живому Богу. Разговоры с ним бывают ночью. И еще он готовился стать великим певцом, но несчастный случай едва не лишил его жизни. Кроме этого, ответы на вопросы телезрителей. Добро пожаловать, друзья, в Дом живых историй. Меня зовут Николай Лазовский. Я Оксана Ратушная. Сегодня мы будем говорить о людях театра. Герой нашего первого сюжета – «Человек театра». Это оперный режиссер Борис Александрович Покровский. Он создал синтетический театр, где певцы виртуозны настолько, что могут сыграть и мизинцем одной руки. Его оперы живые, а поющие артисты не статичны, но действенны и понятны в каждом жесте. Они владеют всеми жанрами музыкально-театрального искусства. Покровский может заставить певца скакать на корточках или стоять на голове, и при этом выпивать труднейшие вокальные партии. Его дед был священником, а сам он с детства глубоко верующий человек. И уже почти сто лет Борис Александрович живет с верой в живого Бога. Давайте посмотрим небольшой сюжет о нем, снятый нами в Москве, в его квартире на Кутузовском проспекте. Да, я привык и приучен родителями и, в общем, всем складом нашей жизни к тому, что надо верить. Надо, потому что без этого трудно жить. Борис Покровский – гениальный русский оперный режиссер с мировой славой. Он родился в начале прошлого века и за время, прожитое на земле, успел сделать столько, что не вместилось бы и в несколько человеческих жизней. Его постановки опер, сделанных как на сцене Большого театра, так и других театров мира, не превзойденные образцы мирового оперного искусства. Сегодня, в канун своего 100-летнего юбилея, Борис Покровский востребован и трудится над постановками новых оперных шедевров. Когда я был молодым, 10-летним юнцом, я посещал регулярно церковь и любил служить в церкви. Я радовался тому, что я, так сказать, нахожусь под богозавением священника, в центре внимания всех присутствующих на церковной службе. Я этим гордился, радовался. Я думаю, что это меня и настроило, и увлекло, и направило в то, что называется в жизни человеческой театр. Искусство театра, искусство оперы, музыкальное искусство проявления человеческого духа. Конечно, это Кощинцын может звучать, но великое оперное произведение Чайковского или какого-нибудь композитора великого иностранца – это же разговор о человеческой судьбе, о человеческой любви, о человеческом несчастье и о том, каким надо стараться быть человеком, и что надо любить в нем человеке, и где она так существует радость. Но этому учит церковь. Субтитры создавал DimaTorzok Всякие любовные сцены во всех операх, которые мы очень любим, они еще очень любовные сцены. Они сцены о любви, они не о неприличном, это так, как у нас по телевидению. Если говорят о любви, то становится неприлично. Как мне мама говорила, это оставь, это стыдно об этом говорить. Но сейчас нас приучают, к сожалению, к словам, пошлости, примитиву, ощущения. А ведь человеческая любовь – это самое главное и самое дорогое, что есть в человеке. Мне нужен Бог. Меня извините за нескладное выражение. Без Него мне было бы трудно, и мне и сейчас было бы трудно без Него существовать. Я иногда позволяю себе беседовать с Ним. Мои разговоры с Ним бывают ночью, когда я, может, засыпаю. Это интимные беседы. Мне кажется, что Он мне многому помог и многому меня научил в моей жизни. А в моей жизни было очень много хорошего. Я сделал много добра для людей. И мне это ясно по тем отношениям, которые общество проявляет ко мне в течение вот этих ста лет, в которых я прожил на свете. У меня сейчас появилась очень интересная мысль, что чем больше в человеке любви, чем больше он ее проявляет, тем он больше похож на Бога. Потому что Бог есть любовь, написано в Библии. Мы позвонили к нему в Москве и спросили, можно приехать и снять вас для нашей программы. Мы представились, мы сказали, что мы христианское телевидение. Он сказал, можно. А что вы хотите, чтобы я сказал вам? Я сказала, Борис Александрович, мы хотим, чтобы вы Бога прославили. Он подумал и сказал, приезжайте. Мне посчастливилось учиться у такого мастера и просто гениального человека, как Борис Покровский. На каждом его уроке по мастерству актера за дверями аудитории стояли преподаватели и студенты с блокнотами и ручками, чтобы записать те замечательные и полезные высказывания, которые слетали с уст великого мастера и учителя. И слава Богу, что весь опыт, накопленный за многие годы труда, Борис Покровский не пожалел отдать своим ученикам, которые продолжают дело, начатое мастером. Друзья, мы встретимся через минуту, чтобы услышать еще одну удивительную историю. Далее в программе. Стекло разрезало артисту позвоночник и голосовые связки. Муж истекал кровью. Вас поглощают проблемы? Вам кажется, что вы один в этом мире? Есть тот, к кому всегда можно обратиться? Тот, кто всегда рядом? Чтобы узнать больше, напишите или позвоните нам. Наш адрес 123-423 Москва, Д423, абонентский ящик 1, Дом живых историй. Телефон 8 800 299 88, бесплатный по России. Люди театра очень талантливые. Чтобы получить эту профессию, они проходят немыслимые конкурсы и отборочные туры. Каждый из таких людей – это один из тысяч тех, кто готовился, репетировал, не струсил, показал себя и был признан годным. Но это нелегкое дело. Но многие ли из них задумываются над тем, зачем Бог наделил их таким талантом? Герой нашей следующей истории – Джейсон Блэк, оперный певец. Два раза в жизни он был на грани смерти. Но Джейсон благодарен Богу за эти испытания. Почему? Давайте посмотрим историю, предоставленную нашими коллегами из телекомпании CBN. Джейсон Блэк был многообещающим тенором. В будущем он планировал петь в опере и счастливо жить со своей талантливой женой Тошей. Я полюбила Джейсона с первого взгляда. Где-то через шесть недель после нашего знакомства Господь сказал мне – это мужчина твоей жизни, за него ты выйдешь замуж. Мы мечтали переехать в Лос-Анджелес и когда-нибудь купить дом с прекрасным видом на Голливуд-Хиллз. Мы хотели иметь детей и думали, что Лос-Анджелес – идеальное место для семейной жизни. Все было хорошо первые полгода, но затем в жизни Джейсона наступил крутой перелом. Супруги только купили новый дом и перевозили мебель. Оставался один двухметровый стеклянный стол, такой тяжелый, что Джейсон решил позвать кого-то на помощь. Стол был очень тяжелым. Думаю, он весил килограммов 45. И когда они проносили его в дверь, парень-помощник нечаянно уронил стол со своей стороны, и тот разбился. Стол как бы раскололся посередине, врезавшись острым краем шеи Джейсона, как гильотина. Муж истекал кровью. Да, он потерял очень много крови. На полу, вокруг него были лужи крови. Тоша схватила одеяло и перевязала им шею Джейсона, чтобы хоть как-то остановить кровь. Она позвонила 911 и стала молиться. В ту минуту она могла лишь надеяться на лучшее. Когда Джейсона вывезли из дома, ей даже не разрешили поехать вместе с ним в машине скорой помощи. Вы помните последние слова, которые вы сказали мужу? Я тебя люблю. Когда его увозили, я успела сказать только, я тебя люблю. Я скоро приеду в больницу. Помню, как всю дорогу молилась, Господь, прошу Тебя, пусть он выживет. Сначала врачи не думали, что это возможно, но операция прошла успешно. Вот я вижу своего мужа в таком ужасном состоянии. Из него торчат трубки. Он не может самостоятельно дышать. И для меня, как любящей жены, хуже всего то, что я ничем не могу ему помочь. Операция прошла успешно, но не без осложнений. Брать сказал, он больше никогда не заговорит. Он не мог говорить даже шепотом. Певческая карьера Джейсона была окончена. Стекло порвало еремные вены, разрезало позвоночник и голосовые связки. Они были парализованы, как и правая рука Джейсона. Он долго и безмолвно лежал в постели в своей комнате. Он разработал систему свиста. Свист на высоких нотах? Значит, да. На низких? Нет. У супругов возникла еще одна проблема. Когда это случилось, у нас не было медицинской страховки. Мы были ошарашены, когда получили медицинские счета на полмиллиона долларов. Мы думали, что нам придется объявить себя банкротами. Но Тоша и Джейсон не падали духом. Каждое утро мы первым делом молились и верили, что сегодня что-то изменится. Мы не знали, что именно, но были уверены, что что-то изменится. Спустя полгода что-то действительно изменилось. Помню, я просыпаюсь, мы лежим в кровати, и вдруг я слышу. Привет. Это было как во сне. А сейчас я уже, наоборот, не помню, чтобы он когда-то не разговаривал. Или не пел. Что же происходило в душе Джейсона в то время, когда он не разговаривал? Я был как бы нагим. На мне не осталось ни мастерства, в которые я сам себя одел. Ни самоуверенности, ни силы, ни таланта. Я правша. Но Бог забрал мою правую руку и мой голос. Он достаточно жестким способом напомнил мне, что все это, на что я полагался больше всего в жизни, не мое. Оно принадлежит Ему. Но Джейсон не жаловался, ведь он уже не впервые оказался на краю жизни и смерти. Видите эту машину? Вернее, то, что от нее и осталось. За несколько лет до несчастного случая со стеклом Джейсон попал в ужасную автомобильную аварию. В результате он получил травму головы и еще больше укрепился в вере в Бога. Я все отдал Богу. В Библии сказано, много может усиленная молитва праведная. После обоих несчастных случаев за меня молились многие люди, за меня молились целые церкви. А когда люди молятся, происходят чудеса. Джейсон и Тоша преданы друг другу и Христу. И теперь они помогают другим людям доверять Богу в самых сложных испытаниях. Когда вам больно, вы можете иметь мир в душе, если будете смотреть на того, кто больше вас. Если будете знать, что Бог держит вас в своей руке, Он позаботится о вас. Я помню слова, которые она сказала своему мужу, когда его забирала скорая помощь. «Я люблю тебя». То есть человеческая любовь удерживает нас на этой земле, а Божья любовь влечет нас на небеса. И до чего может дойти Божья любовь для того, чтобы нас вернуть, вернуть из этих заблуждений, из самообольщения, из гордости, вернуть к себе. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе и 7 стихе написал, «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Все, что мы имеем, оно не наше. И не наша заслуга в том, что мы талантливы. Бог вложил в нас способности и таланты. К сожалению, беда всех талантливых людей – гордость. Они гордятся. Гордятся и не знают, что именно это делает их несчастными. Почему? Библия говорит нам, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог не может быть с вами, пока вы гордый человек. Если вы горды собой и своими заслугами, то вы идете против Бога, даже если вы этого не знаете. Все, что нужно сделать – это примириться с Богом. А как? Повторяйте за нами слова молитвы. Дорогой мой небесный Отец, я прихожу к Тебе в молитве во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который две тысячи лет вместо меня, грешника, пошел на крест и пригвоздил там, на кресте, все мои грехи. Перед Тобой, великий небесный Бог, я раскаиваюсь в своих грехах и признаю Сына Твоего Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Я благодарю Тебя, Иисус, за Твою жертву. Я благодарю Тебя, Бог Отец, за Твою безмерную любовь. И я хочу всеми своими силами отныне служить Тебе, великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Друзья, развивайте ваш талант и живите в радости и вере. А также позвоните нам и расскажите свою живую историю. А мы встретимся через минуту, чтобы ответить на ваши вопросы. Далее в программе Елена Цыплакова отвечает на вопрос телезрительницы. Ты раздели, что в тебе хорошее. Взращивай. Человек рожден для счастья. Поэтому у каждого есть шанс сделать свою жизнь радостной и счастливой. Как? Звоните, пишите, чтобы узнать больше. Наш адрес 123-423 Москва, Д423, абонентский ящик 1, Дом живых историй. Телефон 8 800 299 88, бесплатный по России. В Доме живых историй письмо от телезрительницы по имени Галина. Она спрашивает, как научиться жить по правде и быть праведной? Мы попросили ответить на этот вопрос актрису и режиссёра Елены Цыплакову. Давайте послушаем. Как вы относитесь к Богу? Как вы чувствуете ли вы его присутствие в своей жизни? Потому что человек часто в суете забывает об этом. А в Евангелии замечательные слова, что Господь определил времена и пространство для жизни народов и ждёт. Не почувствуют ли они его? Не ощутят ли они его? Хотя он недалеко от каждого из нас. У меня была очень смешная ситуация, когда я приходила серьёзно к Богу. Я думаю, как можно себя полюбить? Потому что пришла в тот момент, когда начала осознавать, как много я делаю неправильного, как много греха в жизни. И всего. Я говорю, как же можно это всё любить? И мне пошла удивительная мысль о том, что надо разделить. Я просто чувствовала, что у меня это была подсказка свыше. Что ты раздели, что в тебе хорошее – взращивай. А что плохое – освобождайся по мере сил. Потому что каждый день Господь даёт нам и создаёт ситуации для того, чтобы мы могли освободиться от какого-то греха. Что-то осмыслить, стать сильнее, стать мудрее. Друзья, отдыхайте и работайте на все 100%. Только делайте это вместе с Господом. Тогда мир и радость всегда будут сопровождать вас. А мы прощаемся с вами до следующей встречи в Доме Живых Историй. И, конечно же, оставляем вас со стихом из Библии. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут. Субтитры создавал DimaTorzok Иисус сказал, «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам». С тех пор люди проповедуют Евангелие различными способами. Кто-то проповедует с кафедры, а кто-то кормит нищих. Кто-то пишет книги, а кто-то раздаёт буклеты на улице. Кто-то отправляется миссионерам в дальние страны, а кто-то приводит к Богу своих соседей. Кто-то проповедует с экрана телевизора, а кто-то платит за эфирное время. Это наши партнёры. Являясь партнёром СНЛ, я тоже принимаю участие во всемирной проповеди Евангелия. Дорогие партнёры, поддержите телеканал СНЛ и видеоархив. Поддержите то, что вам нравится.